Всем добрый день! Приветствую вас на нашем канале. Меня зовут Егорова Ирина Викторовна. Я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер по профессиональной косметике компании Гильтек Медика. Сегодняшняя тема у нас составы косметических средств, на что обращать внимание. Все мы хотим приобретать косметику, которая идеально нам подходит, которая оказывает максимальный эффект. Но, к сожалению, не все из нас имеют образование химика или химико-технолога косметического производства. И порой для обычного человека состав на обратной стороне флакона – это фактически иностранный язык. Особенно если он еще и написан не на родном языке, то есть в латинице, например. Но все-таки мы сегодня попробуем разобраться, что из основного может помочь нам понять, подойдет нам это средство или нет. Понять, какие ингредиенты являются основными, главными. А, соответственно, мы порой ищем определенные ингредиенты для того, чтобы эффект заведомо получить, который они оказывают. Какие ингредиенты влияют на текстуру средств, какие еще могут быть параметры у косметического средства, которые могут быть написаны на флаконе и о чем-то нам расскажут эти параметры. Начнем мы с текстуры. Всем известно, что чем кожа жирнее, скажем так, жирный комбинированный тип кожи, тем легче должна быть текстура. За, собственно, плотность этой текстуры могут отвечать масла. Это масляная фаза. Могут в составе быть определенные эмульгаторы, которые помогают масло смешать с водой. Они могут быть комедогенными, некомедогенными. Но есть ингредиенты, которые однозначно утяжеляют текстуру и являются для большинства людей обладателей не сухой или нормальной кожи комедогенными и провокаторами воспалений. Это вазелин, который скрывается под названием петролатом в составе. Это лонолин, это различные воски. То есть воск, пчелины, карнаубские, растительные какие-то воск, может быть. Парафин и производные парафина. Минеральное масло. Это определенные эмульгаторы, такие как, например, изопропилмеристат, кто считается одним из самых комедогенных эмульгаторов. И вот это небольшое количество компонентов мы можем запомнить, если видим их на этикетке, а сами обладаем комбинированным жирным типом кожи, не покупать такое средство. Оно будет тяжелой текстурой. Порядок активов тоже влияет. Естественно, многие знают, что состав по инке, так называемой, он распределяется от максимальной концентрации к минимальной. Это действительно так. Другое дело, что не все ингредиенты должны быть в очень большой концентрации, чтобы оказывать свой эффект. Например, гиалуроновая кислота, она не должна быть большой концентрации, иначе это будет просто вязкий, как замазка гель, который не будет увлажнять кожу. В то же время есть ингредиенты, для которых важна концентрация. И мы обращаем внимание, на каком месте в составе, на этикетке эти ингредиенты стоят. Как правило, есть ингредиенты хедлайнеры, есть ингредиенты помощники, то есть основные ингредиенты, которые оказывают максимальный эффект, и вспомогательные, которые помогают, собственно, этому ингредиенту хедлайнеру или группе этих ингредиентов оказывать заведомо желаемый эффект. Например, увлажнять, укреплять сосуды, бороться с морщинами, снимать отечность. На первом месте у нас всегда будет вода. У нас будет вода, и дальше идут уже ингредиенты, которые могут быть и активными, и базовыми. То есть это может быть и глицерин, увлажнитель, это могут быть какие-то определенные масла базовые или твердые баттеры. Например, в креме может быть на третьем месте масло сладкого миндаля, допустим, на шестом-седьмом месте масло ши. Но на третьем месте масло сладкого миндаля это совсем не означает, что это плотный крем, жирный, и что этого масла там много. Потому что на первом месте у нас стоит вода, а воды в легком креме может быть до 98%. И масла этого, в конце концов, окажется совсем немного, и текстура будет легенькая, как у молочка. Поэтому ориентируемся на порядок этих ингредиентов и смотрим, какие ингредиенты у нас все-таки идут в первой, скажем так, семерке хедлайером. Также мы знаем, что у нас есть консерванты. Консерванты, они добавляются в очень небольшой концентрации, поэтому находятся в конце. Там же у нас где-то и отдушка располагается, если она в средстве присутствует. Например, консервант джермобиен или, допустим, феноксиэтанол или какие-то еще консерванты будут стоять в конце. И то, что идет до консерванта, будет, как правило, в более высокой концентрации, то есть более 1%, например, ингредиенты добавляться. А то, что идет уже после консервантов, как правило, в маленькой концентрации. Из этого следует третий момент, то есть лаконичность состава. Мы всегда оцениваем, нужна ли длинная простыня из градиентов или лаконичный состав. На самом деле, чем лаконичный состав, чем он предсказуемее. И зачастую многие производители, особенно масс-маркет уровня, любят расписывать на этикетке очень-очень много ингредиентов. Но когда ты смотришь на этикетку, ты видишь, что 80% этих ингредиентов, если не 90%, находятся после консерванта и отдушки или где-нибудь там между ними. И мы тогда понимаем, что, скорее всего, эти ингредиенты вынесены на этикетку ради красоты самой этикетки. Действия никакого особого не оказывают. То есть это так называемая маркетинговая концентрация ингредиентов. Поэтому обращайте на это тоже внимание. Еще важный момент – это PH-средства. Для пилингов очень важен PH, он должен указываться на этикетке. Для средств с кислотами тоже важен PH. Желательно его знать, он будет либо на этикетке, либо в описании от производителя. Например, сыворотка Альфа-Дерм имеет PH в диапазоне от 3,8 до 4,1. Ну, чаще всего 4,1. Поэтому мы будем знать, что, например, мы не будем наносить ее поверх пептидных средств, которые не переносят кислый PH. То есть это тоже важный момент. Естественно, для отшелушивающих средств PH тоже очень важен. И еще на этикетке рекомендую обращать внимание на сроки годности. Не только общие, но и после открытия. Та самая баночка открытая с количеством месяцев на ней. Потому что крем может не протухнуть, он не будет вонять там, он не будет какую-то текстуру менять или расслаиваться, если он испортится. Но после срока годности, после открытия, допустим, 12 месяцев для крема, никакой производитель не может гарантировать состоятельность консервирующих систем. То есть то, что у вас там какие-нибудь микробы не начали в вашей баночке развиваться после окончания срока годности, после открытия, ответственность за это уже производитель нести не может. При этом сам крем может не вызывать подозрений своим внешним видом или запахом органолептикой. Вот такие основные моменты, на которые мы можем обращать внимание в составах косметических средств, я решила вам озвучить. Может быть у вас будут какие-то комментарии, вопросы, задавайте их под видео, мы с удовольствием на них ответим, я отвечу. И вообще любой ваш комментарий продвигает наше видео, помогает развитию канала, и мы будем иметь еще больше мотивации, какой-то познавательный контент для вас снимать. Делитесь своим опытом, какие нюансы вы в первую очередь оцениваете, когда покупаете свою косметику, что вы смотрите и ищете на этикетке. И мы будем очень рады с вами пообщаться под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе новых видео. Смотрите наши шорты, там тоже есть познавательный контент. И до новых встреч!